Иркутянка Екатерина Дудорова всегда мечтала заниматься спортом. В легкой атлетике девочка всего год, но то, что станет чемпионкой, не сомневается. Чтобы стать хорошим начинающим спортсменом, необходимо около трех лет занятий. Добиться высшего результата можно через 5-6 лет. По словам тренера, уже сейчас 12-летняя Катя показывает неплохие результаты. Больше всего молодая спортсменка любит бег с барьерами. Лагерь тоже хороший, мне нравится. Тут очень много друзей я узнала. И тут больше тренировок стало. Мы начали, я тут познакомилась с копьем. Раньше я, ну то есть не толкала, и с диском. В этом лагере занимается 14 начинающих легкоатлетов в возрасте от 9 до 12 лет. Пока другие дети развлекаются, у спортсменов активные тренировки. Двухразовые полноценные тренировки, режим дня. Это все благоприятно влияет на спортивный уровень. За весь сезон в этом лагере отдохнет более сотни юных спортсменов из разных районов области. Летнюю оздоровительную компанию детско-юношеских спортивных школ регулярно проверяет специализированная комиссия. Во главе с министром по физической культуре, спорту и молодежной политике. Сегодня Игорь Иванов интересовался учащихся спортивной школы России о качестве питания и расписании тренировок. Ребята оказались довольны. Важно, чтобы те детские оздоровительные лагеря, которые работают и где отдыхают и тренируются молодые спортсмены Иркутской области, соответствовали всем требованиям безопасности, соответствовали всем требованиям санэпид-режима, для того, чтобы был качественно организован отдых, качественно организовано питание, проживание, размещение ребят. И, безусловно, качественно организован учебно-тренировочный процесс. Всего в этом году на организацию летнего отдыха спортивным школам из областного бюджета выделено 3,5 миллиона рублей. Сейчас в Иркутской области нет спортивного лагеря. Летние сборы проходят на территории обычных детских лагерей. В настоящее время решается вопрос о создании специализированной тренировочной базы для спортсменов, которая будет действовать круглый год. Раиса Силина, Константин Синицын. Новости сейчас.